Здравствуйте, дорогие девочки! Это Алена, и сегодня я снимаю, наконец-то, видео о моде. Видео, которое меня просили многие девчонки снять уже довольно давно. И, наконец-то, я его снимаю. Я очень рада, на самом деле, получила большое удовольствие при подготовке этого видео. Это видео будет об осенних тенденциях. Осень 2014, зима 2015. Поэтому, если вам интересно, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. Итак, сейчас я сначала вам скажу, как я построю это видео. Обычно я всегда это говорю вначале. Я буду вам рассказывать о тенденциях, показывать параллельно фотографии с подиумов. И я подготовила сама несколько образов. Ну, соответственно, у каждой тенденции по образу где-то, может быть, два. Как я бы интерпретировала эту тенденцию, этот тренд в реальной жизни? Как я, например, оделась бы? Или, как я считаю, может одеться любая девушка, которая, в принципе, интересуется модой, и ей интересны какие-то эксперименты со своим гардеробом. Итак, первая тенденция, которую я бы хотела вам рассказать, это дубленки. Сейчас, этой осенью и этой зимой, очень сильным трендом является дубленая кожа, соответственно, дубленки, овчины и так далее и тому подобное. На подиумах были представлены очень разные варианты. От ярких и смелых моделей, таких как Prada, до более каких-то таких классических вариантов, как, например, у Оскара де Лорента, Бёрбери, Эмилио Пуччи, Томми Хиллфигер. Вот такие вот модели, они более, может быть, сдержанные классические, и их, наверное, носить легче, чем такую яркую дубленку, как от Prada, но тут все зависит от вашего стиля, от вашего восприятия моды и одежды, и самой себя. Что предлагаю я? Какие варианты? Первый вариант довольно такой, ну, я бы, может быть, назвала его молодежным, но на самом деле я считаю, что так может одеться девушка и женщина, в принципе, практически в любом возрасте, кроме, конечно, пенсионного уже. Почему? Потому что здесь главное соответствовать этому образу и иметь хорошую, на самом деле, фигуру, потому что вы сейчас сами поймете, почему. Итак, вот этот образ. Здесь я выбрала черную дубленку, и, соответственно, образ строила от нее, и он получился такой, может быть, рок, глэм-рок, что-то вот в этом стиле. Черные кожаные леггинсы, и, в принципе, все довольно черное и монохромное. Мне почему-то было вот такое желание, потому что, когда я составляла этот образ, был довольно пасмурный осенний день, и вот мне кажется, что осенью иногда хочется чего-то такого очень спокойного, как-то углубиться в себя, может быть, в свои мысли, а для этого, на мой взгляд, черный цвет идеален. Я не считаю, что это драурный цвет или еще что-то такое, мне кажется, что это очень стильный и действительно модный цвет, особенно осенью. Второй вариант, который я подготовила, это более такой классический вариант, более, я бы даже сказала, может быть, вариант для женщины, которая работает в офисе или просто которая работает, не обязательно именно в офисе, потому что здесь я взяла такую дубленку довольно нейтрального серо-бежевого цвета, и под нее подобрала классический строгий образ. Это брюки, белая блузка, либо рубашка, и какие-то подходящие аксессуары. Здесь уже можно поиграть с цветом, именно в самой одежде, потому что дубленка, вот она у вас, допустим, одна на весь сезон, а под нее вы можете подобрать подходящего цвета, оттенка, другие вещи, как брюки, то есть не обязательно все носить черные, или синие джинсы, или серые, допустим, брюки. Можно поиграть с цветами уже в самой одежде, и тогда верхняя одежда будет смотреться не так, может быть, просто, или интересно, или не так приестся вам каждый день, потому что зима у нас, конечно, очень долг. Следующая тенденция, на самом деле, на мой взгляд, довольно нестандартна для осенне-зимнего сезона. Обычно это присутствует летом и весной, и это сочетание ярких цветов, или просто яркий моноцвет в гардеробе, но, скорее, все-таки сочетание различных ярких цветов. Например, вот такие вот платья и образы с ними предложили нам Диор, Версача, Фэнди. Здесь, конечно, не платье, а пальто, но тем не менее. Я считаю, что с такими вещами, конечно, сложнее составить повседневный какой-то образ, или вписать их в свой каждодневный гардероб, особенно если вы ограничены каким-то дресс-кодом в силу работы, либо учебы. Но попробовать можно, по крайней мере, в выходные дни вас никто не ограничивает в том, что вы можете надевать. Тут сложно подобрать правильно цвета, поэтому я бы советовала вам полистать журналы, либо интернет-сайты, интернет-блоги на эту тему, и посмотреть, какие бывают хорошие комбинации, либо взять цветовую палитру, именно раскладку цветов, какой цвет, с каким хорошо сочетается таких палитр массы в интернете. Поищите, я вот сейчас ставлю вам картинку, чтобы вы примерно поняли, о чем я говорю. Выглядит это примерно вот так. А я предлагаю вам следующий образ для этой тенденции. Этот образ, конечно, совсем не выглядит как осенний. Он вполне может участвовать в каком-то видео, посвященном летним весенним тенденциям, но как бы сама тенденция такова, что по-другому здесь и быть не может. Поэтому я взяла яркий кружевной топ цвета фукси к нему, подобрала яркую желтую, такую лимонную, наверное, юбочку, строгую карандаш. В принципе, этот образ достаточно офисный у меня получился. Большая объемная сумка, которая подходит к цвету юбки, серьги, которые подходят к цвету топа, нейтральные часы, стараемся придерживаться делового стиля, туфли, лодочки. Но что я хочу сказать, если вы наденете сверху, допустим, бежевое пальто, классического кроя, а лодочки замените сапогами, либо ботильонами какого-то такого песочно-бежевого цвета, то вполне этот образ уже обретает черты осеннего, а не летнего, как на данной картинке. Но просто все остальные детали я не стала вмещать сюда, потому что был бы немножко такой хаос. Поэтому остановилась на основном элементе, то есть на одежде. Следующая мега уютная тенденция – это вязаные вещи в гардеробе. Причем довольно-таки ощутимое присутствие вязаных вещей в одном отдельно взятом образе. То есть прям платье, сверху кардиган, еще вязанный шарф и все вот такое вот, все вы обвязаны вязаным чем-то. На мой взгляд, это супер, как бы, отличная тенденция для осени, потому что это уютно, это приятно, это тепло. Особенно зимой нашей российской – это супер замечательная тенденция. Что мы видим на подиумах? Мы видим вот такие вот варианты от Michael Kors, Lanvan, Stella McCartney, Nina Ricci, Chloe. То есть, как видите, варианты разные. Может быть, что-то... Ну, в основном, конечно, как вы опять же видите, довольно сдержанные, приглушенные цвета, но я думаю, что здесь можно экспериментировать, кто вас в этом как бы останавливает и ограничивает. Есть и классические такие модели, как мы видели у Nina Ricci, и есть более такие расслабленные варианты, как у Michael Kors. То есть, подобрать можно, по сути, под любой стиль жизни, под любой ритм жизни, и под офис, и просто там, если вы студенткой, вы можете носить, что хотите, грубо говоря. То есть, здесь полет для фантазии практически ничем не ограничивается, только вот, что вы действительно сами захотите носить. Для этой тенденции я выбрала вот такое вот платье цвета, наверное, баклажан или спелая-спелая слива вязаная. Сверху у него я предлагаю надеть вязанный кардиган, такого серо-графитового цвета. Но дальше строю остальной образ, основываясь на этих двух цветах как основных. Соответственно, темно-темно серый снуд, либо другой какой-то шарф. То есть, соблюдаем все-таки то, что это у нас осень, и должно быть тепло, либо зима. Серьги аккуратные, жемчужные, фиолетовые бусинки. Затем какое-то колье на шее. В принципе, можно обойтись и без него, но с ним будет намного интереснее образ смотреться. Сапоги под, как бы, кардиган, так сказать, и клач под платье. Если вы снимете кардиган, то ваш образ будет смотреться не менее интересно за счет того, что в нем не один цвет присутствует, а несколько. Следующая тенденция, опять же, для довольно смелых девушек, это яркие принты в образе. Или в одной вещи, или в целом в образе. На мой взгляд, это непростая тенденция, в отличие, например, от вязаных вещей. Потому что здесь, во-первых, нужно уметь сочетать принты, либо уметь подобрать принт, который будет хорошо смотреться на вашей фигуре, не сделает ее хуже, не подчеркнет какие-то недостатки, если они у вас есть, а они есть практически в любой фигуре. Поэтому, либо, опять же, пролистайте какие-то дополнительные источники информации, интернет-сайты, либо журналы, чтобы посмотреть, какие принты смотрятся хорошо, с какими дополнениями, с какими другими принтами и так далее. Либо очень осторожно выбирайте себе такие вещи. Может быть, лучше брать не большое какое-то, например, яркое, пестрое платье, а блузку, либо какой-то шарф, палантин и так далее, чтобы вещь была, в принципе, стильная, модная и актуальная для этого сезона, но при этом вы не выглядели в ней, как бы, вот знаете, как человек, который гонится за модой, и он купил, носит это, но не важно, как он в этом выглядит. Давайте посмотрим, что нам показывают дизайнеры. А показывают они нам вот что. Например, вот такой образ от Prada, Chanel, Kenzo, Diane Van Furstenberg и Marne. Как видите, это очень-очень смелые варианты, и я не знаю даже сама пока что, что я бы смогла носить, но, скорее всего, я бы выбрала какую-то блузку, топ, может быть, жакет. Вряд ли бы я надела целое платье. Такое это просто не мое, я считаю, что в этом нет ничего такого, если вы как бы не можете какую-то тенденцию примерить на себя, потому что каждому свое мы не можем быть все одинаковые, и все одинаковое нам нравится тоже не может. А я предлагаю вам вот такой вот образ, как раз посмотрите, вот что я бы выбрала для себя. Итак, если бы мне нужно было выбрать что-то соответствующее тенденции ярких принтов, я бы выбрала вот такой вот яркий топ с необычным, достаточно красочным принтом, плюс у него есть баска, и это делает его еще более интересным, но такой топ я бы дополняла уже какими-то более нейтральными, спокойными вещами, в данном случае черные брюки. Аксессуары я постаралась подобрать максимально дополняющий рисунок на топе. Мне удалось найти вот серьги, как вы видите, похожие формы, как элемент рисунка на топе. Ну, браслет это уже нейтрально, как бы можно что-то выбрать, просто мне захотелось тоже что-то в черной гамме. Кладч черный, черный лак для ногтей я предлагаю, но зато интересные лодочки. Причем это разные фирмы, я уже сейчас не помню, какой фирмы топ, какой фирмы туфли, даже на самом деле совершенно не важно для нас с вами, но вот как бы они добавляют интересный, как бы такой нюанс образу, и плюс они хорошо сочетаются с топом, но у них разный рисунок. Соответственно, это не выглядит банально. Следующая тенденция, на мой взгляд, тоже отличная, потому что я человек, который любит классику, и эта тенденция, это классический, довольно строгий стиль, который, в принципе, подойдет очень-очень многим людям, если даже и не всем. Вот что мы видим с вами на подиумах. Hermes, Max Mara, Mason Martin Margiela, Victoria Beckham, Jason Wu. То есть вы понимаете, да, примерно, в чем заключается тенденция? Она заключается в сочетании классических вещей с более расслабленными, как, например, Jason Wu, это классические брюки и вязаный свитер, либо полностью классик, как у Victoria Beckham и Hermes, например. То есть здесь, я даже не знаю, мне кажется, здесь особо и комментировать нечего, то есть просто классические вещи, красивого, хорошего кроя. Главное, чтобы эти вещи были действительно хорошо скроены, потому что, если это плохой крой, то сидеть они будут на вас совершенно отвратительно. Поэтому всегда, когда выбираете пиджак, либо брюки, то есть классические вещи, не выбирайте подешевле. То есть я не говорю, что они обязательно должны быть дорогими, все-таки у каждого свой кошелек, на который ты можешь одеться, но обязательно меряйте и трезво оценивайте, хорошо ли на вас сидит эта вещь, потому что если она сядет не очень, то весь ее смысл потеряется. Классику я в целом очень люблю, как я уже говорила, и поэтому этот образ мне с удовольствием было создавать. Здесь я выбрала классические бежевые брюки, вот захотелось мне что-то такое нейтральное, песочное. Под них я подобрала пальто. В принципе, конечно, здесь мог бы быть и жакет, но поскольку это осень-зима, я выбрала такое вот бежевое пальто, подразумевая, что под него можно надеть жакет или вместо него. Бежевый отлично сочетается с таким благородным зеленым, насыщенным, не ярким, а приглушенным, таким цветом хаки. И поскольку бежевый это у нас теплый цвет, то аксессуары я подбирала в теплой, соответственно, золотистой гамме. Ну, как бы сумка, она относится у нас к бежевой гамме, потому что это коричневый цвет. То есть, ну, это примерно одно, как вы понимаете, одна категория цвета. А туфли я выбрала зеленые, которые бы дополняли топ. Еще одна довольно интересная тенденция, которая мне очень нравится, это форма трапеция в одежде, в частности, в платьях, либо в пиджаках-топах. И в целом стиль 60-х годов. Мне очень нравится этот стиль, это время, поэтому мне нравится эта тенденция. Мне она кажется очень женственной, такой, я бы даже сказала, кукольной. И, на мой взгляд, это очень освежает образ. И, как бы это странно ни звучало, может быть, даже омолаживает девушку, которая так одевается. Давайте посмотрим, о чем я говорю. Вот такие образы нам предлагают Мне кажется, это отличный вариант для какого-то праздничного образа, образа на день рождения, в кино сходить, в кафе, в ресторан. То есть, конечно, может быть, на работу куда-то одеться, это будет не очень серьезно, и не всем это подойдет по стресс-коду и по стилю, но вот какие-то такие вне рабочие моменты, мне кажется, это замечательная идея для платьев, вот в таком стиле, потому что такой стиль носим мы довольно редко. Что-то другое обычно у нас, как бы, продают в магазинах или в моде. Так что хорошо, что немножко вернулась вот эта мода 60-х годов. Мне кажется, это очень красиво. И вот такой образ я предлагаю вам как вариант. Этот образ я захотела сделать нарядным, таким праздничным, может быть, даже новогодним, в принципе. Выбрала платье, в принципе, оно само по себе не яркое, но оно полностью расшито пайетками, за счет этого оно яркое, в плане того, как оно будет видеться вживую. И оно серебристого цвета, поэтому я решила, как бы, оставить его на первом плане и подобрать под него просто какие-то дополняющие, не слишком яркие и притягивающие к себе внимание аксессуары. То есть, аккуратные сережки, волосы. Мне захотелось здесь взять какой-то аксессуар, и я взяла вот такой вот гребень с красивым-красивым узором из страз. Небольшой аккуратный браслет, кладч тоже в пайетках, пускай что-то у нас еще будет в пайетках. В принципе, почему бы и нет, если это праздничный образ. И аккуратные черные туфли. Здесь уже мне никаких, как бы, блесток не захотелось, потому что был бы, наверное, перебор. Ну и последняя тенденция, которая осталась, это тенденция, которая касается вечерних образов. И она для очень-очень смелых девушек. Либо, если немножко небольшую хитрость применить, то может его, эту тенденцию, ее использовать, в принципе, любая девушка. И заключается она в кружевных и полупрозрачных вечерних платьях. Давайте сначала посмотрим, что нам предлагает дизайнер, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Итак, Нина Ричи, Валентина, Эмилио Пуччи, Вера Вонг, Донна Каран, Диор, Роберто Кавалли, Дольче Габбана и Элиса Аб. Конечно, так одеться сможет далеко не каждая девушка на какое-то вечернее мероприятие, о чем я говорила о маленькой хитрости, если вы сделаете или вы найдете платье с телесным подкладом, то есть у вас будет сохраняться эффект как бы голого тела, но на самом деле вы, конечно, будете одеты, то есть у вас будет подклад, и на нем будет вот это вот, допустим, темное кружево. На мой взгляд, ну, скорее эта тенденция будет актуальна, может быть, на Новый год, на новогодние какие-то корпоративы, вечеринки, праздник сам Нового года и так далее, потому что, ну, либо если вы планируете посетить какой-то прием, свадьбу и так далее и тому подобное, потому что в другое время, давайте как бы трезво смотреть на обычный ритм, в жизни, наверное, не так много поводов одеть вечернее платье в пол, еще и кружевное, и полупрозрачное. Это, в общем, смелая как бы идея, но вот так можно ее немножко для себя облегчить, сделав телесный подклад для платья. Я предлагаю вот такой вот вариант. Здесь платье голубого нежного небесного цвета, конечно, этот цвет, может быть, кто-то скажет, что не совсем соответствует осенне-зимнему сезону, и большинство фотографий, которые я вам показывала, были скорее в черной гамме, но я считаю, что этот цвет, в принципе, универсален. Летом он соответствует небу, светлому, яркому и воде, а зимой, мне кажется, это соответствует снегу и льду, поэтому мне кажется, что это платье вполне можно надеть и на новогодний праздник, например. И я подобрала под него легкие аксессуары. Я считаю, что вне зависимости от времени года, здесь должны быть, естественно, только туфли и босоножки. Даже если вы будете в этом платье зимой, то ничто не мешает вам поменять обувь, переобуться и выглядеть как бы целостно и красиво. И какие-то легкие аксессуары в этой гамме, соответственно, в холодной гамме я выбрала серебро. Ну вот такое вот видео об осенних тенденциях у меня получилось. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что оно для вас было интересно, и самое главное, оно будет для вас полезно и еще актуально. Оставляйте ваши комментарии внизу под видео, подписывайтесь на мой канал, я буду продолжать делать видео на модную тему. Оставляйте запросы на модные темы, которые вы бы хотели, чтобы я сняла видео-ответы. У меня есть также опросник на СКФМ, где вы можете мне задать вопросы на эти, на модные темы, или на другие какие-то темы, которые вас интересуют. Ссылка находится под видео в описании. Увидимся с вами в следующих видео. Еще раз спасибо большое за внимание. До свидания.